Как были применены все эти знания в цветосмешении и вообще в теории цвета, которая тогда же и начала потихонечку зарождаться? Потому что именно Ньютон создал первый цветовой круг. Я сейчас вам показываю на экране. Кстати, да, я забыла сказать. Дело в том, что если белый свет расщепляется на семь цветов, то если мы смешаем все семь цветов радуги воедино, то у нас получится в идеале что-то черное или серое. То есть у нас идет все наоборот. И отсюда получается, что основными цветами именно в смешении красок у нас являются желтый, синий, красный, а не RGB. Red, green, blue. Поэтому, когда я вам показываю цветовой круг сейчас, я говорю именно о таком смешении цветов, когда мы смешиваем именно краски. Желтый, синий, красный – это у нас основные цвета. Из них дальше мы получаем производный зеленый, оранжевый, фиолетовый и массу оттенков. Есть более сложные схемы цветового круга, когда еще есть градации высветления ближе к середине цветового круга и затемнение к внешнему контуру цветового круга. Такое тоже есть. Вариации цветового круга, их огромное количество. И моя задача вам рассказать, как работать с ним в акварели, а не для того, чтобы вы просто в тысячный раз услышали то же, что вы уже слышали. Сейчас мы с вами переходим уже к терминологии. Вот вы видите цветовой круг, и у нас всего лишь три характеристики цвета. Первое – это светлый, темный. Это то, что я буду называть тоном. Не во всей литературе градация от светлого к темному называется тоном. Иногда тон – это именно цветной оттенок внутри цвета. Допустим, в оранжевом есть красный подтон. Пример, вот можно так сказать. Подтон или красный тон. Но мы не будем здесь путать понятие тона в контексте цвета. И свето-теневой передачи мы будем говорить только о тоне, как о характеристике цвета, касающейся градации от самого светлого, от белого до самого темного, то есть черного. Следующая характеристика – теплый, холодный. И последняя – теплый, холодный. Мы сейчас отдельно поговорим тоже. И яркий, приглушенный. Начнем со светлого, темного. Эта табличка взята из книги как раз Итана. Можно было вообще в другой форме все это представить. То есть вы видите здесь все цвета радуги, плюс черный, плюс сверху практически белый. И вы видите, как плавно затемняется к низу цвет. Я думаю, что здесь все понятно. Когда я вас прошу сделать что-то потемнее, вы должны просто добавить лишний слой краски или каким-то способом краску затемнить. Скорее всего, в акварели вы затемните краску, просто взяв побольше краски. Дальше двигаемся. Теплый, холодный. Когда мы цветовой круг делим ровно пополам, мы получаем гамму оттенков, которые будут вот такими, как я говорю деткам, когда объясняю, цвета, похожие на желтый, красный, оранжевый, это цвета теплые или более теплые. Потому что это очень относительная характеристика. Любой холодный цвет может быть теплым цветом. И наоборот, любой теплый может быть холодным. Это, еще раз говорю, относительная характеристика. Кстати, как если сказать о светлой, темной, это относительная характеристика. Любой светлый, светлый, пока рядом с ним темный. Или наоборот. То есть это у нас не такие понятия, которые нужно всегда рассматривать в контексте. И вот у нас есть желтые цвета, желто-красная гамма, есть зелено-сине-фиолетовая гамма. И условно она делится на теплые и холодные цвета. Нам нужна эта характеристика, несмотря на то, что она такая относительная. И я вроде бы как говорю, что все это нужно смотреть в контексте. Но мы же должны оперировать какими-то словами. Когда я вас попрошу сделать что-то теплее, объясняя, почему, вы же будете понимать, о чем я говорю. Значит, вы, скорее всего, добавите в ваш цвет, может быть, каплю желтого, каплю оранжевого, каплю охры. Или просто добавите меньше холодного оттенка, синего и так далее. На примере красного и зеленого цвета. В этой зоне у нас более теплый цвет, он такой более оранжеватый, а здесь более фиолетовый. Он как будто холоднее. Зеленый, более желтоватый, он более теплый. И здесь похолоднее цвет. Яркий и приглушенный. Это характеристика больше про воздушную перспективу. Я сейчас смотрю в окно, сижу около своего окна, смотрю в окно и вижу, что деревья, которые находятся далеко, ближе к горизонту, понимаю, что я не могу рассмотреть никаких деталей этих деревьев. И наше зрение так устроено. Чем дальше цвет становится, тем больше он становится сероватым, теряет свою интенсивность. И в этом смысле мы говорим о таком понятии, как яркость. Цвет ведет себя каким образом? Углубляясь, уходя в глубину. Светлое становится темнее, тем самым теряет свою яркость. И темное становится светлее, тоже теряет свою яркость. А если говорить о чистых цветах, то здесь вы видите сейчас на экране, на примере желтого, оранжевого, ярко-розового цвета и синего, как они могут терять свою яркость, уходя к периферии, и становятся более приглушенными. Поэтому, когда мы с вами будем...